ребят всем привет сегодня хочу поделиться с вами своим способом борьбы с улиткой и со слизнями так немножко предисловия прошлом году я посадил укусов на 20 сладкого перца и хорошенько замульчировал приезжаю раз в неделю желательно чтобы земля была влажная приехал через недельку все листья погрызли думал сначала что это либо же какие-то либо у нас очень много сверчков так вроде посмотрел где ничего перенетели приезжаю еще больше уже дошли перебирать потом поднял травку смотрю на там кишмак пишет этих самых слизней и улитки там нужен весь сброд выбрал через два дня них опять на миллион и решил я обработать думаю каким-то ядом или чем-то пошел соседу соседа горит нежелательно почему потому что это попадет корневую систему корневая система все это дело потянет и соответственно я могу сам себя отравить и что я решил короче у меня была такая вот вещь то на тебя самой это перечное масло и малярный скотч что такое перечное масло это самое обычное масло любое можно применять хоть оливковое хоть растительное и перец я использую сверх острые сорта вы можете обычный купить там любой острый перец тоже самое бараньи рог перекрутить его на мясорубке или мелко-мелко измельчить насыпаете в баночку сколько вам надо ну примерно где-то так да и чуть чуть выше где-то ну на ранопалец на сантиметр заливаете растительным маслом и вот в течение недели или двух оно должно вас стоять масло даже настояться ну и раз там день взболкнули его капсаицин растворился в масле все знают что такое капсаицин если кто не знает это живучее вещество которое находится в самом перце что интересно капсаицин не растворяется в воде он растворяется только либо спирте либо в жирах это может быть растительный жир либо животный жир ну так как нас растительное масло это растительный жир капсаицин растворяется что я сделал я сделал вот этой ленты пояс и обработал его растительным маслом То есть вот этим вот перечным маслом Эта бумага, она не растворяется в воде Не раскисает Почему? Потому что она с одной стороны Скрыта клейким веществом Это клей Видите, какая она? Вот А если с этой стороны обработать ее маслом Она вообще не раскисает Я бросал ее Дня три у меня лежало Обработанное маслом в банке с водой Через три дня я попробовал ее Язык сильно жжет Так что, как бы вода не смывает масло Вот этот вот Пояс Может находиться на перце До сбора урожая Как же использовать И как крепить его Я вам сейчас покажу Давайте рассмотрим Вот это вот перчике Вот у меня тоже замульчированный Сейчас я вам покажу Как цеплять Сам пояс Первое покажу Как не стоит его цеплять Нельзя цеплять его вот так Вот мы взяли с вами его И вот так вот Прилепили Что происходит? Сюда не попадает воздух И когда ствол будет увеличиваться Рассеяние будет довольно сложно Расклеить саму бумагу Тут клей довольно хорошо держит Вы поняли? И она такая непросто Так ее еще и порвать И мы можем пережать С вами Сам ствол Так не надо делать Это убираем Так, сейчас я вам покажу Как нужно делать Берем ленту Открываем Вот смотрите Один край склеиваем Потом берем И склеиваем вот здесь Вот так вот склеили Но приклеиваем В самом верху Вот здесь Раз и два Нижняя часть у нас Вы видите Смотрите Она свободно болтается Соответственно Сюда воздух заходит Вот Мы должны обязательно Выше От земли Почему? Потому что когда будем поливать Будут лететь соответственно Брызги Грязь Все это залипнет грязью Соответственно Если когда залипнет грязью Тут Хоть улитка Хоть слизень Можем свободно перелезть Теперь Можете Кисточкой Вот у меня кусок поролона Я наношу Вот так Наношу слой Растительного масла Пропитанного перцем Капсаицином Даже если масло Испарится Капсаицин Останется Сверху На бумаге Он никуда не денется Бумага Все равно останется Острой Я проводил небольшие эксперименты Взял Улитку Взял слизня Положил их на доску И доску вокруг Открыл Таким квадратиком Этой бумаги Пропитал бумагу Минут 15-20 Побыла Я потом взял И стер Тряпкой Какая-то часть Капсаицина осталась И вот Наблюдал В течение всего дня Что будут делать Слизень И улитка Улитка Вот они только Доползают Сразу получают Сильнейший ожог Потому что у них Ножка мягкая Вы поняли И капсаицин Сразу обжигает И вот они ползали Пока на следующий день Не пришел Они не позасыхали Так что сбежать Они не смогли И точно так же Они смогут Только долезть сюда Вот Саму вот эту вот Бумагу Они не перелезут Ну главное Чтоб не забрызгало Грязью И вот такой вот Пояс Может Оставаться Вплоть до Сбора урожая Ну потом взяли Оторвали Выбросили Да и все Итак Я показал вам Способ Борьбы Со слизняками С улитками Это можно Применять Где угодно На винограднике На стебле На баклажанах На помидорах Ну короче Все что может Портить вам Слизень Или улитка Ну а теперь Я хочу Немножко Остановиться На комментариях Меня довольно часто Задают вопросы Это по поводу Прошлого ролика Это сверхострые сорта Посынкования И я там Попросил Чтоб мне помогли Купить камеру И очень много Как бы Комментарий Много вопросов Ко мне Ну давайте Как бы Начнем по порядку Самый такой Вопрос А зачем вам Такая дорогая камера Зачем Такое Высокое качество Так Хочу объяснить Почему Мне нужно Чтоб камерой Был Очень Большой Зум Это Высокое Разрешение Высокое Увеличение Чтоб я Мог К примеру Взять Какой-то Объект И Показать вам Тот же Срез Древесину Растения Или Сами цветы При опылении Если вы будете Вдруг Захотите Создать Свои новые Сорта Ну давайте Рассмотрим На примере Каждый Из вас Мне кажется Наверное Хотел бы иметь У себя дома На подоконнике Одно растение На котором Было бы Привито 7 8 9 Может быть Даже 10 Разных Сортов Перца Я проводил Эти Эксперименты Я Прививал Как бы Все Получалось Я Очень Много Читаю Зарубежной Литературы В основном Это Сельскохозяйственные Исследовательские Институты Очень Много Всевозможных У них Экспериментов Они Проводят И Выкладывают Вот это Все В интернете Как бы Можно Почитать Можно Посмотреть Ну У меня Сейчас Очень Очень Много Таких Идей Для снятия Видеороликов Эти ролики Необычные Почему Потому что Есть Информация О которой Вы никогда Не слышали И даже Не знаете Если Вам ее Не покажу Вы никогда Об этом Не узнаете Ну Ну Давайте Давайте Поговорим Для чего Не Нужен Камера С Высоким Разрешением Ну Вот Смотрите Чтобы Привить Растения Нужно Знать Структуру Древесины Не Каждый Сорт Можно Прививать Есть Привой Есть Подвой Это Растения Есть Черенки Которые Прививаются К основному Стволу И На промежутке Всего Вегетационного Периода Растения Начиная К примеру От Рассады И до Растения Уже К примеру В возрасте Одного Года Структура Древесины Меняется Если Пример Рассад Если Срезать Черенок У него будет Волокнистая Сочная Такая Мягкая Структура Древесины Если Чуть дальше Где-то 5 месяцев 4 месяца Это уже Будет Полу Одревесневшая Сердцевина Чуть Больше Будет Одревесневшая И Уже В самом Конце Она будет Либо Одревесневшая Либо Трубчатая Не Все Растения Можно Прививать Но Можно Привить В определенное Время Это Подобрать Структуру Древесины Я Должен Срезать Все Черенки Показать Всю Структуру Древесины Показать Вам Пример На камеру Давайте Вот Я вам Покажу Вот Это Соседская Камера Это У нас Экшн Камера Она Не имеет Свойства Что-то Увеличивать Вот Смотрите К примеру Я вам На этой Камере Хочу Показать Структуру Этой Древесины Вот Вы здесь Можете Что-то Увидеть Как бы Я не Показывал Я не Смогу Вам Рассказать Показать Какую Древесину Надо Прививать А Какую Нельзя Прививать Почему Потому Что Я Говорю Для Привоя Нужна Одна Древесина Для Подвоя Совсем Другая И Чтоб Подобрать Вам Вам Надо Знать Что Вам Какой Сорт И У Какого Сорта Какая Древесина Так Что Еще Да Короче Идея Ребята У Что Касается Камеры Как Тут Уже Вникается Решать Вам В основном Камеры Я покупаю Не для себя Я покупаю Для вас Чтоб Снять Вам Видео Показать Все Это Дело Как Все Это Происходит Как Для Меня Это Все И Пройденный Этап Это Старок Как Мир Я Все Это Знаю Но Вы Об Этем Не Знаете Если Вы Считаете Что Это Видеоролики Не Будете Иметь Успех Они Вам Не Интересны Вы Не Просто Напишите Скажите Олег Не Морочь Голову Ни Себе Ни Нам Это Не Интересно Тогда Я Наверное Сам Насобираю Какую Куплю Дерибасовскую Дешевую Камеру И Буду Снимать Самые Примитивные Ролики Обзоры Видео Обзоры Как Нам Сильно Такая Камера Не Нужна Хотя Ну Конечно Лучше Когда Вы Торгуете Семенами И Соусами Так Что Вы Сами Себе Можете Купить Камеру Так Теперь По Этому Поводу Да Ребята Я Занимаюсь Тем Что Я Торгую Семенами Торгую Соусами Сейчас Полтора Года Уже Я Нигде Не Работаю Раньше Я Работал Если Б Я Работал Я Даже Это Видео Не Выкладывал И Даже Речи Не Был Камеру Самую Классную Но Так Как Я Уже Полтора Года Не Работаю Нигде И Вот Чтобы Мне Заработать Пример Денег Мне Надо Год Работать Выращивать Рассаду Чтоб Потом Три Месяца Торговать Почему Это Сезонная Работа Торговля Семенами Это Сезон Три Месяца Всего Три Месяца За Три Месяца Я Зарабатываю Деньги Чтоб Купить Биопрепараты Оставляю Там На Повестке На Милую Мелочевку Заплатить За Квартиру Купить Покушать Мне Этих Деньги Хватает На Четыре Месяца Через Четыре Месяца Я Волк Как Сокол Ни Ни Ничего Нет Почему Потому Что Все Это Быстро Тратится Так Что Вы Не Думайте Я Не Миллионер И Очередь За Семенами У Меня Полтора Года Назад Произошла Довольно Неприятная Вещь У меня У меня Повышенное Внутричерепное Давление И В один Прекрасный Момент Оно Скакануло Так Что В левом Глазу Лопнул Сосуд И Произошло Кровоизлияние В глаз Короче Я левым Глазом Ничего Не вижу Загод Правый Глаз Сел В такой Степени Что Я И то Где-то Процентом На 30 То Что Я Могу Видеть Это Первое Ну Как бы С таким Зрением Ребята Я Никуда Не устроюсь На работу Тем более У меня До этого Был Свой Компьютерно Сервисный Центр Я Больше Десяти лет Нанимался Ремонтами Компьютеров Как бы Такой Дребедень Сейчас Тем более Мне же За 50 На работу Меня Слепого Не возьмут Это Первое Второе Ходил Чудо Ходил Короче Ну Так сказать Какой я зашел туда Такой я и вышел Не хотя Вышел я Такой же Только без денег Там Денег с меня Сняли Немерено Ну Короче Какой был Такой остался Это Одно Теперь Ребята Смотрите Я хочу Чтобы Вы Написали Мне Комментарий Стоит ли Это Того Чтобы Покупать Камеру Или Нет И Самое Основное Я ведь Не прошу Чтоб Кто-то Мне Сбрасывал По 100 По 300 По 500 По 1000 Гривен Самый Оргимальный Вариант Это 5 Гривен 5 Гривен Зажигалка Стоит В пределах 10 Гривен Самая Дешевая Более-менее 15 Гривен Пачка Сигарет Самая Средняя 35 Гривен Проезд Транвай 6 Гривен Как За 5 Гривен Вы ничего Не купите Ну кроме что Можно купить Спичек Прошлый Видеоролик Мой набрал 1200 Просмотров Если бы Как бы Кто-то Положил 5 Гривен Я честно Я был бы рад Сказал бы Спасибо Знаете Как говорят Содареному Ко ним Зубы не смотрят 5 гривен Это тоже Для меня Это хорошие Деньги 1200 Просмотров Ну пускай Даже не тысяча Пускай Даже половина Дала по 5 Гривен Это уже Грубо говоря На половину Камеры За месяц Я мог бы Купить эту камеру И снять бы Эти видеоролики Но опять же Камеры Ребят Я покупаю Не для себя Для вас Если мне сказать Олег Не морочь нам голову Нам твои ролики Не интересны Все Значит Я тогда Как бы Эту тему Закрою Буду снимать То что Как бы Ну Что буду И в конце Я хочу поблагодарить Всех Кто сделал Свой Небольшой вклад В покупку Камеры Большое вам Спасибо И кому Понравился Сегодняшний выпуск Подпишитесь Поставьте палец Вверх Нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить Новые видеоролики И помните Жизнь продолжается Встретимся В новом выпуске Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому